КОЧЕВОГО СКОТОВОДСТВА В территории Азербайджана есть несколько исторических кочевых путей, но одна из самых важных и оживленных из них сохраняет свою актуальность по сей день. По этой дороге длиною 200 километров каждый год передвигаются более 10 тысяч людей и 400 тысяч голов скота. КОЧЕВОГО Среди тех, кто пользуется кочевым путем, особое внимание привлекают ханалыкцы. Расположенный среди высоких гор и обрывистых скал, село Ханалык находится на высоте 2180 метров над уровнем моря. В этом селе проживает около 1500 человек, а история села насчитывает 5000 лет. Ханалыкцы – это этническая группа, сохранившая свой уникальный язык, не похожий ни на один другой язык мира, свои традиции и обычаи, а также культуру кочевого животноводства. Кочевое скотоводство играет основную роль в жизни села Ханалык. Так, ханалыкцы проводят в самом селе всего 4 месяца, и в этот промежуток времени они пасут свои стада в окрестных горных пастбищах. Остальные 8 месяцев они проводят далеко от села и находятся на зимовье на равнинных территориях. Кочевой путь проходит через 5 административных районов. Разные села, такие как Джек, Сёху, Эрфи, Джимми и другие поселки. Через крупные русла рек – Удьял-Чай, Гозлу-Чай, Джимми-Чай и сквозь густые леса. Продвигаясь по кочевому пути, можно столкнуться с 7 из 9 существующих в Азербайджане климатических зон и стать свидетелем ярких, постоянно меняющихся природных ландшафтов. На пути встречается много мавзолеев, священных мест древних верований, мечетей, а также различные памятники культуры. На кочевом пути находятся леса, которые считаются священными и охраняются людьми. Здесь также можно встретить кладбище людей, умерших в пути. Пастухи каждый день продвигаются по дороге 15-20 километров и ночуют в традиционных палатках-алачигах. Кочевые семьи на зимовье проживают в Апширонском и Гаджигабульском районах, в жилищах под названием Газма, наполовину скрывающихся под землей. Прожив здесь 7-8 месяцев, они возвращаются обратно на летние пастбища. Хозяйством в кочующих семьях занимаются все члены семьи. Мужчины пасут стада, женщины ткут ковры, вяжут носки и занимаются бытом. Таким образом, кочевое население передает элементы нематериального культурного наследия, а также обычаи и традиции Азербайджана от поколения к поколению. В мире есть несколько кочевых путей. Как и во всем мире, кочевой путь Азербайджана имеет высокий туристический потенциал. Но тренды глобализации современности постепенно приводят к потере этих традиций. В Азербайджане же сохраняются традиции кочевого пути, являющегося примером социальной, экономической и культурной ценности. Кочевой путь олицетворяет элементы культурного наследия и мультикультурализма, свойственного нашей стране. Поэтому хыналык и кочевой путь являются национальным достоянием Азербайджана, достойным войти в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сохранение кочевого пути означает сохранение исторической памяти и национально-культурного наследия азербайджанского народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова